И вот мне не говорю, сейчас я денег подзаработаю, ну и привезу тебе подарок, ну хороший подарок, в общем, который ты не забудешь. Вот эта фраза и сыграла решающую роль уже потом в суде. Слова о подарке при расставании с девушкой в марте 2005-го стали для Дмитрия Владыкина по-настоящему роковыми. 12 октября того же года ее мать жестоко убили в селе Воча Сысельского района. Посреди вечеринки по случаю дня рождения в дом ворвались двое мужчин в камуфляже, в масках и в вооруженные чем-то похожим на автомат. Домочадцев и гостей повалили на пол, хозяйку стали бить металлической трубой по голове. Скотчем связали руки сыну у потерпевшей, который в это время также находился в зале, где наносили удар его матери, вот так как он шевелился. Мать увидев то, что они пытались ударить сына, закричала, только не бейте сына, и все. Значит, ему затем связали руки за спиной, и он лежал также в комнате на кресло кровати. Расследованием жестокого убийства прокуратура района занималась несколько месяцев. Отрабатывали различные версии, прежде всего связанные с нелегальным бизнесом женщины. Сельский почтальон приторговывал на дому суррогатным спиртом трое. Но поставщики товара, недовольные клиенты и даже некие народные борцы с пьянством вскоре отпали. Летом 2006-го Дмитрия Владыкина прямо с работы забрали сотрудники уголовного розыска и три дня продержали в здании по бабушке на пять. Говорит, били руками резиновой дубинкой по корпусу, ставили на растяжку, требовали признаться в убийстве. В итоге он подписал протокол допроса, якобы участвовал в разбойном нападении вместе с малознакомыми людьми и похитил из тайника погибшей полторы тысячи рублей. Впрочем, в эти выбитые раскаяния с кучей несостыковок сысельский прокурор не поверил и сказал оперативникам Дмитрия отпустить. Через три месяца все повторилось. Следствие велось уже в республиканской прокуратуре. Владыкина арестовали. Те же оперативники с коллегами из оперчасти СИЗО стали жестко его прессовать. Заводили в кабинет, ты будешь признаваться, не, не буду, и всыпался град ударов. То есть в камере потом тоже самое избивали. Сами сокамерники мне говорили, вот нас вызывал сейчас оперативник, следствие, ну, СИЗО. Вот нам обещал это, 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 если мы с тебя, говорит, выбьем признание твоего в совершении данного преступления. Они говорили, что посадят в камеру для определенного контингента лиц, то есть там мы тебя туда посадим, там тебя, говорит, просто грубо изнасилуют, ну и все, говорит, зачем тебе жизнь свою ломать. Молодой человек писал заявление о снятии побоев, но узнал, что дело повернули так, что якобы он упал с двухъярусной кровати. Сил бороться с произволом больше не было. Тем более, что сын погибшей женщины спустя год после событий опознал его как налетчика, побегающим в маске глазам, дрожащим рукам и запаху на свая изо рта. Друзья и коллеги по работе, которые раньше подтверждали его алиби, вдруг заявили, что он, дескать, на самом деле рассказывал им об убийстве сельчанки. В итоге Владыкин признался в разбое. На суде опять пытался все отрицать, но было уже поздно. По приговору он получил почти 9 лет колонии. За несколько месяцев до освобождения к нему неожиданно приехал сотрудник Следственного комитета и сообщил шокирующую новость. При расследовании другого уголовного дела фигуранты рассказали об обстоятельствах группового нападения осенью 2005 года. По их утверждению, на преступление их подбил сыктывкарский авторитетный бизнесмен, бывший воркутинец, который ездил в село Воча и помогал местной церкви. Причина этого всего была то, что данная женщина распространяла в данном поселке спиртные напитки, то есть суррогатного производства. Из-за этого люди плохо начинали себя чувствовать, но и умирали в последующем. То есть данному мужчине пожаловался один из жителей данного села. Он к ней ездил сначала, разговаривал по-хорошему, просил, чтобы она не больше спиртное данное не распространяла. То есть какое-то время был перерыв, но после этого продолжалось снова. Сельский меценат, по утверждению бывших подельников, подготовил для четверых камуфляжную одежду, маски, машину и оружие. Именно он нанес смертельные удары женщине и даже знал, что по уголовному делу привлекли невиновного человека. Привлечь к уголовной ответственности мужчину не удалось. Еще в 2007 он сам стал жертвой заказного убийства у себя в офисе. Полное оправдание Дмитрия Владыкина и его реабилитация до сих пор не проведены. Прокуратура посчитала, что несмотря на показания новых свидетелей, цитата, «каких-либо прямых независимых доказательств о виновности подозреваемого и абсолютно непричастности Владыкина не установлено». Конец цитаты. Было указано, что не проведены экспертизы, не установлены очевидцы через 12 лет после происшедшего. Материалы дела вновь были переданы в Следственный комитет. Следственный комитет вновь провел расследование, вновь подтвердил непричастность Владыкина к преступлениям и вновь направил в прокуратуру. После чего прокуратура Сесельского района это производство по делу было прекращено. Но на этом наша борьба не закончилась. Вновь была подана жалоба на принятое решение. Получить оправдание после осуждения можно только в судебном порядке, проведя полноценный процесс с вызовом свидетелей, многих из которых уже нет в живых. Дмитрий Владыкин не жаждет мести в отношении тех, кто вынудил его оговорить себя. Он добивается справедливости и исправления судебной ошибки, поломавшей ему жизнь.